Для небольшой практики. Как мы это будем делать? У нас, я так предполагаю, что нам понадобятся добровольцы. Кто готов выйти вперед, мы поставим сюда стульчик. И мы начнем молиться и пророчествовать. Стульчик можно сообразить сюда вперед? Это будет немножко работы для видеооператора. Видеооператор, ты готов к большой работе? Давай чуть-чуть сюда, чтобы... Кто хочет выйти первым и помолиться за него? Готовы помолиться за этого чудесного молодого человека? Позвольте мне кое-что сначала сказать вам. Когда вам предстоит помолиться за кого-то, то возьмите себе за правило несколько буквально мгновений побыть в тишине, чтобы как бы соединиться с Богом, чтобы настроиться на Его волну. И наша, как бы, цель не сказать молитву от себя, а попытаться услышать, что Бог говорит через нас в Его жизни. И первая вещь, которой мы должны научиться, это прислушаться, слышать. Тем, кто постоянно хочет говорить, бывает, занимает тяжелое время, чтобы услышать, что Бог хочет сказать. Хорошо, если у вас есть вот эта черта характера, то вам сверх надо терпение, чтобы услышать и настроиться. Я хочу, чтобы вы все сделали точно одинаково. Попытайтесь очистить свой разум и настроиться услышать, что Бог говорит. И позвольте Ему говорить. И затем мы увидим, что Бог хочет сказать. Хорошо? 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 God, thank you that you blessed Дима in every, each area in his life. And thank you for your hand that it upon Дима all the time. Thank you that you keep him near to you. Amen. Итак, что это было? Стой там, где ты есть. Теперь наше время критиковать. Будьте снисходительны. You need to pray more than to receive from God. You need to spend time in your own prayer more than to receive from God. Yeah, okay. Now, but my first question is this. What did Andrew just do? Но мой вопрос был, что сделал Andrew? He released the blessing. Release the blessing. Yes, but was that necessarily prophetic? Высвобождение благословения. Я сказала, что Андрей высвободил благословение. И Роджер спрашивает, было ли это пророчество? No. Okay. This is not strictly пророчество. Это молитва. Очень хорошая. Очень милая. Но это не то, чего мы ищем. Okay? Хорошо? You need to... I said, you need to spend time listening first. That can take up to one or two minutes. И я думаю, что тебе стоит проводить больше время в слышании Бога. Может быть, это займет одну, две минуты. Это больше связано с твоими взаимоотношениями с отцом. Если у вас серьезные, хорошо настроенные взаимоотношения с отцом, вы примете гораздо быстрее. Но если ваши взаимоотношения не таковы, то это будет дольше времени у вас занимать. То есть это все сводится к вашим конкретным постоянным взаимоотношениям с отцом. Путь, по которому он хочет сообщить, высвободить свое слово, чтобы проговорить его жизнь. Okay? So, if we're going to do this, we have to understand, yeah, okay, what does God exactly want to say to him right now? И если мы хотим двигаться в этом, мы должны быть настроены на то, чтобы услышать, что Бог хочет конкретно для него в данную минуту времени. Okay, it may be that he just wants to say, I love you. Может быть, это будет просто, я люблю тебя. Это очень просто, но это может быть крайне много и достаточно для кого-то. Может быть, это будет больше, чем это. Может быть, Бог хочет прикоснуться к конкретной какой-то области, сферы его жизни. Андрюша, садись. Валентайн asked, can we put music or not? Очень-очень тихо какое-нибудь поклонение. Да, без барабанщиков, без такого нежного что-то. И очень тихо. Кто следующий хочет выйти? Can I try? Said Boris. Я хочу, чтобы каждый из вас попробовал сделать это до меня, потому что, если я начну молиться первым, я подсказки тогда вам дам. Я не знаю, что ты хочешь сделать в его жизни, Господь. Но я прошу, подскажи, Господь, покажи ему путь, путь тот, который ты предызбрал для него, Господь. Я благодарю тебя, Господь, и прошу тебя, Господь, помоги ему реализоваться в жизни, Господь, в жизни лидера, Господь. Я благодарю Тебя за это, за брата Диму, Господь. Благодарю Тебя, Господь, что Ты, Господь, будешь поднимать его в жизни, Господь, и взращивать его как Твоего служителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует... И это достаточно хорошо. Что мы пытаемся сделать? Прислушаться к тому, что Бог хочет сказать, и высвободить это. Помните, что я сказал? Мы говорим от лица Бога. Мы пытаемся говорить через Божьи слова к человеку. Есть несколько вещей. Я слышу, каким путем люди общаются. У нас есть тенденция использовать определенные слова или фразы, когда мы общаемся. Я даже на русском это слышу. Я, может, не всегда знаю перевод слов, но я слышу, что они постоянно повторяются, повторяются и повторяются. В Англии, если вы молитесь за кого-то или пророчествуете кому-то, вы можете услышать что-то такое подобное. Отец, благослови этого человека. Отец, высвободи на него милость и благодать. Мы призываем Твой Дух Святой в его жизнь. Отец, дай ему это, это или это. Мы, в принципе, все адресуем отцу. Это неплохо, но это не совсем то. Такое сообщение, оно не обязательно. Когда вы общаетесь с кем-то, например, когда я говорю со своим отцом, его уже нет, но когда я говорил, я не начинал всякое предложение, отец, сделай это, отец, сделай то. Когда я пытаюсь вытянуть из вас, чтобы некоторые вещи не выглядели слишком традиционно. Помните, когда я говорил на первом дне о Финляндии, когда пророчествует, становится в центре, голос меняется, высокий становится, песклявый. Давайте просто попытаемся быть нормальными. Мы не должны говорить на христианском сленге. Это должно быть похоже на разговор между людьми, которые хорошо знают друг друга. То, что я слышал у Бориса, это постоянное повторение фраз или слов. Это то, что прям необходимо было использовать? Я не знаю, я не знаю. Мы должны спуститься на тот уровень, где находятся люди. Я верю, что Бог может говорить с нами очень нормально и очень просто. Давайте попробуем вырезать те вещи, которые вот вросли в нас. Почему я верю, что это важно? Когда вы имеете дело с верующими, понимаете, да, у нас христианизмы такие, сленг происходит, проявляется. Но если в служение заходит человек, который абсолютно не верит в Бога, не верующий, не понимающий, если вы начнете молиться за Него, например, я хочу, чтобы ты был покрыт кровью Агнца. И человек может смотреть, откуда она сейчас польется. Они выльют на меня кровь. Вы можете напугать до смерти людей. Это типичная вещь. Если вы будете использовать это, но если мы будем использовать простые, и высвобождать вещи простым языком, то когда незнающие люди будут приходить в служение, они будут обличаться и наставляться, и утешаться. Когда вы будете использовать дар пророчества, мы должны говорить языком, мы должны с вами говорить простым языком, который доступен и понятен человеку, чтобы он не выглядел странным. Это не просто использование особых фраз, фразеологизмов. Это потому, что Дух Святой работает через нас и говорит слова. Спасибо, Борис. Кто еще? Ольга Страй. Я знаю, что твоя любовь, она настолько могущественна и сильна к нему. Я знаю, что твоя любовь для Дима очень сильная и мощная, что ты и зальешь, и скажешь о своей любви. И ты скажешь о твоем любовь для Дима. Господь знает тебя лучше, чем ты думаешь. Он знает о тебе все. Он видел, как твои косточки ткались в очереди матери. Он наблюдал за тобой каждый твой шаг, каждый твой день. Все твои трудности он также знает. И его любовь изливается к тебе. И ты не можешь этого не чувствовать. Ты не можешь не знать, что я отдал своего сына за тебя. Ты не можешь знать, что я отдал моего сына за тебя. Для того, чтобы приобрести тебя. Для тебя принимать, для тебя принимать. Я очень нуждаюсь в тебе. Я очень нуждаюсь в тебе. Все только новое. Все новое. Ты сейчас совсем другой человек, чем был до прихода ко мне. Сегодня ты не можешь работать. Тебе над многим еще нужно поработать. Ты совершенно другая, чем ты был раньше. И не надейся никогда только на себя. И не надейся на людей. Не надейся на людей. Осмотри на меня иди за мной. Но смотри на меня иди за мной. И я покажу тебе это невероятное. Что приготовил для тебя. Что я уже готовил для тебя. Я верю в тебя. Я верю в тебя. Слава тебе, Господи. Спасибо тебе. Праздничаю тебе, Господи. Аминь. Аминь. Итак. Что мы думаем? В некоторых моментах, да. Но я почувствовал лично, что было несколько моментов, которые были идеальны для него. Конкретно для него. Да, может быть, фон, он для всех подошел бы. Это неплохие вещи. Это неплохо. И когда вы начинаете, это может начаться вот с такой области, которая касается всех. Но чем больше вы будете возрастать в использовании этого дара, тем больше вы будете слышать более конкретных вещей для конкретных людей в конкретное время. Но Ольга сделала очень хорошее начало.